Состояние классных эмоций. Я Дмитрий и каждый день с вами все лучше. Каждый день на канале Местик Успеху Мечты. Мы идем к своим целям, идем к своему успеху и постигаем что-то великое. Сегодня я разберу фразу «Не в день как счастье». И тему я назвал «В день как счастье». Будем сегодня разбираться. Кстати, пока шел, пока бежал, представляете, ветер до 9 порывов, до 9 метров в секунду. Глаза прослезились, но состояние прекрасное. Я чувствую, что сегодня у меня даже лучше состояние, чем вчера. Поэтому, друзья, сейчас зарядочка и сразу в бой. Поехали. Хочу показать. Вот сюда вот я оставлял телефон, чтобы он снимал, где я занимался зарядкой. Селфи-палку еще не нашли. В поисках. Они как ее спрячут, не найти. Вот. Ну давайте, давайте, насладимся этой красотой. Солнышко светит. Вам лучше меня смотреть, когда солнышко светит, потому что вам не так холодно. Температура, кстати, как и вчера, но при ветра побольше. Давайте, вот. Огонь. Огонь, огонь, огонь. Пальчики мерзнут. Ну что, поехали. Поехали. Не будем в воду, ступили. Снег. Снежками бросаться, да? Дожгем максимально. В деньгах счастья, друзья. Сегодня пишу, как обычно, благодарности. Добавил еще одну благодарность. Пишу, я благодарен за свое ощущение, что деньги есть. И вот думаю, по сути, в чем счастье, да? В чем счастье? В чем счастье? Счастье в том, что делать людей счастливее. А представляете, если вы делаете людей счастливее, и вам они, типа, донат, вознаграждают вас, благодарят вас. Какими-то, может быть, подарками, может быть, какими-то деньгами, но они вас благодарят. Счастье в деньгах или не в деньгах? Нас с детства учили, учили с детства. И это настолько глубокое убеждение, благодаря вот этим сказкам, мультикам. Сейчас я посмотрю, да, снимается. Что не в деньгах счастья, а счастье, типа, да, с милым и рай в шалаше. Чувство любви, оно выше всегда всего должно быть. Выше всего на свете. Если мы чувствуем любовь, то ничто, на это чувство, никакие эмоции не должны влиять. Никакая ситуация не должна влиять на силу этого чувства. Я переключаю, тут реально пальчики. И чтобы понять, что счастье в деньгах, нам нужно оценить ту ситуацию, в которой мы находимся. У нас есть квартира, где она куплена, она куплена, ну, точнее, есть квартира, есть дом, есть, где нам жить. И это все приобретено за деньги. У нас есть еда, это все приобретено за деньги. У нас есть работа, ну, ладно, работа нам дает деньги, да. У нас есть одежда, которая тоже куплена за деньги и так далее. Какие-то удовольствия, которые мы тоже получаем за деньги. Деньги помогают нашему счастью выйти на новый турель. Деньги помогают нашему счастью стать чище. Поэтому, если кто-то говорит не в деньгах счастья, я тут обратная мысль, не в деньгах счастья, а в их количестве. Понимаете? И вот разбор этой фразы, почему в их количестве. Когда мы концентрируемся, что мало денег, денег не хватает, денег не хватает, денег не хватает, и их действительно не хватать еще будет больше. Ощущение чувства изобилия, что присутствие денег привлечет еще больше. Ощущение чувства присутствия денег приведет к тому, что денег станет еще больше. Денег станет еще, еще больше. Поэтому счастье, деньги помогают счастью играть новыми красками. Деньги помогают счастью выходить на новый уровень, постигать новых высот. А когда счастья становится больше, я понимаю, что не только деньги, это естественно. Очень много моментов, но и деньги, в том числе. Деньги играют немало важную роль. Все богатства в мире при этом цены за деньги. Все богатства в мире при этом цены за деньги. Это ключевая роль. Поэтому ощущайте изобилие денег, ощущайте изобилие здесь и сейчас. Пишите об этом, говорите об этом, чувствуйте это. Деньги ставить еще больше. Мы с самими магнитами будем, своими ощущениями, которые будут как магнит, мы будем притягивать еще больше того изобилия, которое мы ощущаем. Я с вами прощаюсь. Как обычно, жгли. Сегодня нормально так. Я отморозил танчик. Побегу сейчас отогреваться, еще бежать где-то метров 800. Вот а вам желаю максимального счастья и побольше, побольше счастья, которое вообще ни от чего не зависит, вообще ни от чего не зависит, побольше. Пока-пока.